Третьи сутки в лесу, докоптил рыбу. Поймал, скоптил рыбу. Завершился у меня очередной эксперимент по копчению рыбы, вроде как и скоптилось, доработал немножко конструкцию, переделал. Камера копчения та же, единственное, тут картонки присобачил, здесь и здесь, где входит генератор. Сам генератор переделал, немножко купил, сходил вот такую баночку для сыпучих продуктов. Баночка хреновая, открывается плохо, но зато дым не пропускает, то есть со всех щелей дым не валит, дым валит. Вчера весь день чудил, чудил и чудил. Сейчас посмотрим, что у нас там получилось. Внутри полно жидкого дыма, самокрехонько. Рыба вроде как позолотела, сейчас мы ее снимем, снесем на кухню, будем пробовать и расскажу. Местами сильнее прокоптилось, местами не так сильно. Снимаем, снесем на кухню. Забыл сказать, прикупил вот такой сливной шланг и трубу. Что хотел сделать, хотел вставить в коптильню, воткнуть шланг и вывезти наружу на улицу. У этого шланга диаметр маленький, получается такая история, дым не успевает выйти и проходить по шлангу. И поэтому гаснет, топилки гаснут в банке, в генераторе. Если воткнуть вот такую трубу, то весь дым как печную трубу просто выдувает, там ничего не остается. Короче говоря, смысл в чем? Вывезти, отвезти дым на улицу не получается. Но в итоге проделал просто два отверстия, открыл окно, коптильню поставил под окно и весь дым потихоньку выходил в окно. В общем-то не сильно и пахло. Дома практически не пахнет, тут все настроил как надо, везде все герметично более-менее. Вот, сейчас пробовать будем. Еще один момент такой, коптил я, сходил, сбегал, купил стружку ольховую, вот такую штуку. Коптил вчера весь день, то есть с утреца как зарядил, там часов 8 или 9, и сжег, сжег два вот таких мешка, здесь 8,4 дециметра кубических стружки. Вот, два мешка сжег, ну и в итоге, ну, сейчас продегустируем сначала рыбу, что у нас получилось, а потом дальше будем разговоры разговаривать. Рыбу, кстати говоря, прочитал комментарии, выслушал все советы, рыбу солил, то есть сутки рыба провела в соли, потом я ее на ночь оставил на кухне, она висела, у меня подвяливалась, и вот вчера уже, соответственно, коптил. Рыба пахнет дымком немножко. Всю жизнь мечтал сырой рыбу наестись. Ммм, на вкус. Ммм, ах, какой вкус. Какая вкусная рыба получилась. Хвостик. Заточу. Ах, какая вкуснятина. Вполне съедобно. Почти ничем не отличается от магазина. Вот. Ну, на скай, купил рыбу уже в магазине, рыбу свежую сейчас купить сложно. Чаще всего рыба перемороженная. Уже на несколько раз, как бы, замороженная, оттаившаяся, снова замороженная. Вот. Ну, в принципе, копченая точно такая же получается. Так вот. Блюдо получилось очень вкусное. Для гурманов копчение, я думаю, это будет. Да, короче, что хотел сказать. По итогу, у меня есть три копченые рыбины. Деньги считать не буду, сколько я на это затратил. Хрен с ним. По времени, вчера, весь день, то есть, вот, как с утра, поставил копчение, включил. И до вечера я вокруг нее скакал, смотрел там, когда потухнет, разжигал снова. Когда разожгу, смотрел, чтобы там ничего, пожар не случился. День скакал. И в итоге получилось три копченые рыбины. Балкон весь засрал. Но это тоже дело такое, как бы, если аккуратно все делать, то можно не засирать балкон. Вот я засрал. Сейчас пойду убирать все там, она ругается. И три рыбы. Да, три рыбы. Два мешка опилок и три рыбины копченые. Вот. Стоит оно того? Я вам скажу, конечно, стоит. То есть, сначала солим, потом вярим, потом коптим три дня. Потом, а, я еще сбегал за опилками, сбегал по магазинам, нашел опилки, потому что табуретки, ну, табуретки надолго бы не хватило, потому что там нужно достаточно большой объем. Ну, и, в общем-то, вот, после таких затрат, физических, как бы, и финансовых, в итоге получилось у меня три копченые рыбы. Да, да. Что я хочу сказать-то, в общем-то, есть замечательный вариант горячего копчения. Когда не нужно столько телодвижений производить, просто берем казан. Ну, у меня у нас вроде как есть на канале такой ролик. Вот. Не знаю, может быть намного значительно вкуснее получается мясо холодного копчения, чем рыба холодного копчения. Все вкуснее, но зато горячим копчением коптить буквально 2-3 часа, и все готово. Поэтому, как бы, эксперимент всегда... Есть еще один вариант, в принципе, дымогенератора. Может быть, до него доберемся и воспользуемся. Ну, а пока, как вариант домашнего копчения, я, пожалуй, лучше горячим буду коптить. Вот. Ну, а вы как хотите. Если в промышленных масштабах, конечно, это все имеет смысл. Там большая коптильня, много опилок, доступ к бесплатным опилкам. Конечно, это все имеет место быть. Ну, а в домашних условиях, вот так вот чуть-чуть, это просто один-два раза попробовать, как это будет. Вот, на постоянку, что-то я как-то сомневаюсь, лучше буду горячим копить. Ну, вот как-то так. За всем всем спасибо. До свидания. Буду рыбу шляпить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok